Ну что я могу сказать? Наш товарищ террорист. Вот такими по нынешним временам, так прям последними словами, накануне ругались сотрудники реабилитационного центра Догмас в соседней Перми, который выхаживает того самого крошика, 17-килограммового кота, о котором мы уже рассказывали, до полусмерти закормленного коллективной любовью, потому что персонального хозяина у него отродясь не было. Поводом для цензурной брани поутру стал побег этого живчика, который до того самостоятельно передвигаться из-за пуза просто не мог и только полуходил-полуплавал на беговой дорожке, совмещенной с бассейном. Утром ветеринары пришли на работу, а пациента на месте в вольере нет. А оказалось, что психанув, пока никого нет за ночь, изгрыз крошек в крошку мелкую, крайнюю плоть своей подстилки, что для него синоним подставки, и умудрился выбраться из вольера. Чудо, само по себе. Ну а дальше вообще фееричненько. Он прополз по полу несколько метров, без посторонней помощи, и далее, следуя мысленным призывам гордым к свободе, к свету, забрался на этажерку, куда сотрудники составляют свои тапочки, и тут сработал капкан. Недопохудевшая пузо кота провалилась в щель и как якорь, или как гарпун, зафиксировала беглеца в позе мордой в тапок. Утром его спасители пришли, и аккуратненько зацепленное брюхо по ходу почти хирургической операции освободили и вернули стремительного беглеца на базу, где прочли нотацию. Ну что я могу сказать? Наш товарищ террорист. Психопат. Надеюсь, он это не сожрал. Физиономия котейки, которая и сама-то по себе у британцев имеет довольно суровое выражение морды лица, стала совсем мрачной. Крошек старательно демонстрировал глубочайшую обиду за то, что графа Монте-Кристо из него не вышло, как не вышло ей переквалифицироваться в управдомы, чтобы вернуться в родной подвал, где был съеден не один пуд без соли. Пришлось суровым ветеринарам включать заднюю и слегка смягчать режим. Крошу угостили немножко запретными вкусняшками, отчего эндорфиновое цунами вернуло ему хорошее настроение. У специалистов пермского репцентра Dogmas это настроение тоже отличное, ведь такие котовылазки и такие поползновения явно говорят, что они на верном пути к тому, чтобы покинуть категорию 16+. Субтитры создавал DimaTorzok